Фильм La La Land я хочу сегодня обсудить, точнее мюзикл La La Land. Давно у меня уже материал по этому мюзиклу лежит. Если честно, мне фильм не показался сильно любопытным, я ушел с половины, хотя потом специально для разбора его внимательнейшим образом пересмотрел и досмотрел до конца. Но в кинотеатре я ушел, не стал досматривать. Но есть люди, которым фильм чрезвычайно понравился, и мы сегодня попробуем разобраться, почему он вызывает настолько диаметрально противоположные мнения, что в этом фильме на самом деле хорошо, а что требует серьезной доработки. Прежде всего, нужно сказать, что мой взгляд на фильм, он, разумеется, отличается от взгляда обычного человека, который воспринимает картинку как есть, не разбирая ее на определенные слои. Я, в свою очередь, могу отдельно анализировать визуальную составляющую, танцевальную составляющую, музыкальную составляющую и сюжетную составляющую. И если даже та или иная сцена выглядит чрезвычайно ярко, прекрасные длинноногие женщины танцуют и поют, что не может не понравиться, но за этим не стоит сюжета, меня на такой микини не проведешь, я скажу, что в этой сцене сюжета нет, хотя визуально сцена сделана безупречно. Я вообще, когда посмотрел La La Land, у меня возникло ощущение, что очень талантливые сделанные фрагменты фильма, а в фильме мне очень понравилась музыка, работа композитора и вообще работа музыкальная в этом фильме замечательная, в фильме и правда замечательно поют, но очень хорошо поют, слушать приятно, хорошие танцы, правда они немножко вторичные и танцы пытались сделать, подражая стилю старых мюзиклов, таких, например, как «Висайская история», но тем не менее все равно замечательно танцуют. Итак, в фильме есть хорошая визуальная, музыкальная, танцевальная составляющая, но есть одна серьезнейшая проблема – все эти прекрасно сделанные элементы не объединены ясным сюжетом. Сюжет фильма сумбурен, и я попробую вам это доказать. Для примера, чтобы не оперировать историей всего фильма, давайте возьмем сцену, которая находится в самом начале фильма, где главной героине на пробах отказали, она пришла домой расстроенная, легла на кровать, и вдруг к ней приходят три подружки, говорят, пойдем-ка с нами на вечеринку. Она говорит, вы знаете, я с вами не пойду, тогда они ей поют о том, какая это будет прекрасная вечеринка, но она отказывается с ними пойти. Они выходят на улицу, тут нам показывают, что главная героиня лежит на красной подушке и вдруг выскакивает вслед за своими подруженцами. То есть, если сюжетик этой сцены пересказать вам именно текстом, пришла героиня домой, у нее было плохое настроение, пришли подружки, позвали ее с собой, она сказала, что не пойдет, они пошли на улицу, и вдруг она с ними пошла. Вы понимаете, что здесь драматического построения сцены нет? Вы скажете, господи, ну какая фигня, красивые женщины. Дело в том, что алгоритм, который я вам показываю, что сюжетик не состоялся, это принцип формирования всего фильма. Там в каждой сцене так же, как и в этой, сюжет не состоялся, как и в фильме в целом. Поэтому мы имеем, по сути дела, потрясающей красоты яркую обложку в виде танцующих, поющих девушек, юношей, мужчин с потрясающе красивыми съемками и полное отсутствие какого бы то ни было сюжета. Забегая вперед, скажу, что я в финале этого ролика, как и в случае с фильмом «Логан», предложу вам, как этот сюжет можно было бы объединить в исключительно интересный. Мне даже кажется, что люди, которые его изначально писали, таким его и предполагали, потому что от него в фильме осталось много хвостов, которые нужно всего лишь соединить. Если говорить о фильме в целом, он выглядит очень разнородным. Сначала люди много танцуют и поют, причем поют там, где петь, наверное, не стоило бы. Вообще в музыкальном фильме и в мюзикле самый сложный момент повествования это переход от драмы к мюзику, то есть от момента, когда герои существуют в бытовом пространстве, как в обычном драматическом фильме, к моменту, когда они вдруг в этом бытовом пространстве начинают петь. Нам еще в театральном институте, а мы занимались на четвертом курсе постановкой именно мюзикла «Висайская история», рассказывали о том, что для того, чтобы запеть на сцене, нужно иметь на это право. То есть накал страстей должен быть таков в данный момент, что все, что тебе остается, это только запеть. Поэтому вот этот переход от драмы к мюзиклу, он должен быть выдержан очень хорошо. В фильме «Ла-ла-ленд» в некоторых сценах актеры имеют право запеть, и это выглядит органично, но в половине сцен они разговаривают, разговаривают, и вдруг «Мария! I just meet a girl named Maria!» И что-то там танцует, куда-то там упал и полетел. Чего вдруг? Я сейчас органичнее запел, потому что я был эмоционален. Но нельзя петь посреди драмы. Переход должен быть правильным, а он неправильный. Мы вообще поем, стоя в пробке. Почему поем? Для чего поем? Красиво поем. Но к смыслу фильма этот номер отношения не имеет. У меня вообще ощущение, что они позвали очень хорошего балетмейстера. Сказали, пусть у нас будет лучше балетмейстера. Очень хороших музыкантов, вокалистов, людей, которые ставят вокал. И сказали, пусть вокал и музыка будут хорошими. Пришел балетмейстер, поставил им танцы, отличные танцы. Пришел вокалист, поставил им голоса и музыкальные композиции. Но те, кто собирал фильм, они не смогли все это связать в стройную историю. Историю-то туда не добавили. Огромный поклон балетмейстеру, все хорошо. Огромный поклон вокалистам, все хорошо. И огромный дизлайк, как сейчас говорят режиссеру, потому что он просто взял и спустил в унитаз все те бриллианты, а работа профессионалов по танцам и по музыке, она просто прекрасна. Но режиссер все это спустил в унитаз. Возвращаемся к фильму, который выглядит неоднородно. То они здесь танцуют и поют не к месту. Потом в середине фильма почему-то танцы и песни заканчиваются вообще. и начинается просто бытовое повествование так, как будто бы это обычный фильм. Если вы включите фильм от половины, вы вообще не узнаете о том, что это мюзикл. Только в конце. Там просто есть огромный кусок, где музыка не существует. Так не бывает, что в начале мюзикл, в середине драматический фильм, а в конце снова мюзикл. У них не хватило денег, что ли, чтобы все... То есть фильм выглядит, как будто бы в одной кастрюле плавают прекрасные фрагменты непонятно чего. Вот это фрагмент седла барашка, а это фрагмент, я не знаю, там, устрицы, а это нога кальмара, а это пюрешечка, а это от... И все главное от разных блюд. Теперь давайте героям фильма к девушке, актрисе, к музыканту. Я сейчас попробую вам о них рассказать и вывести вас на то, какой история должна быть. Нам рассказывают о двух неудачниках. Нам рассказывают о неудачнике-музыканте, который болен джазом, который никакую другую музыку не воспринимает и считает, что весь мир джазу должен поклоняться. И нам показывают актрису-неудачницу, которую везде футболят, которая не может получить ни одной роли, но при этом она считает, что ее судьба это именно актерская работа. Непонятно почему, но она так считает. Если коротко пересказать сюжет фильма, они встречаются, знакомятся, и у них появляются какие-то успехи, ее приглашают на роль, наконец, а ему выпадает возможность открыть свой собственный бар и поехать там на гастроли с другой крупной группой. В общем, у них вдруг в жизни налаживаются какие-то позитивные именно профессиональные сдвиги. в этот момент вдруг происходит какой-то кат-сценария и мы вдруг обнаруживаем, что она с другим мужчиной, а он в другом клубе и они не вместе. Потом вдруг мы видим, что они как будто бы вместе, а потом в конце выясняется, что они снова не вместе. Какой-то сюжетный кошмар. Нет, если ты в этот момент ешь креветки и попкорн, и ты вот съел попкорн, поднимаешь глаза, тетки красивые танцуют, поют хорошо, ноги подбрасывают в цветных платьях, красиво. Ты снова к попкорну наклонился, снова набрал в рот, поднимаешь, о, люди падают в бассейн под музыку и плавают под водой, красиво, и поют под водой. Ну, я шучу. Снова голову опустил, поднимаешь, о, главные герои в костюмах танцуют, красиво, и ты такой в конце, классный фильм. А то, что весь этот фильм не сложился ни в какую историю про этих героев, это ты не заметил, потому что ты жрал попкорн. Что я предлагаю в смысле образования я из тех оставшихся фрагментов сюжета фильма? Честно, мне очень нравится история про двух неудачников. Очень нравится. Которые знакомятся, потому что они неудачники и вместе страдают от того, что они неудачники, представляя, как бы они могли прекрасно быть музыкантом и актрисой, как бы это было здорово. И на этой почве у них завязываются теплые отношения, любовь. Они любят друг друга. И им судьба подкидывает шанс. И действительно, у нее возникает перспектива быть актрисой в крупном проекте. Он получает возможность гастролировать и открывать свой клуб. И в этот момент происходит нечто, что они понимают, что, будучи неудачниками, они могли быть вместе, их многое объединяло. А как только у них появляется перспектива успешности, у них поводов быть вместе больше нет. Они не могут больше страдать и быть вдвоем. И на этой почве они расстаются. Что с ними происходит дальше, когда они встречаются спустя много лет, я думаю, что и тот, и другой должны остаться неудачниками. и уже в другой атмосфере, в других семьях страдать. Тот будет страдать по своей музыке, а она будет страдать по карьере, которая ее по-прежнему отталкивает, но они не смогли быть вместе именно тогда, когда их жизнь стала налаживаться. История про то, как люди не умеют быть счастливыми, как люди умеют страдать вместе по поводу того, что они никому не нужны, но как только жизнь поворачивается к ним лицом, они не умеют сосуществовать и любить, быть успешными и быть вместе, они не умеют. На мой взгляд, очень грустная история, очень красивая история и очень поучительная история. И мне кажется, что именно эту историю и хотели рассказать про двух неудачников, для которых в жизни важнее страдать, будучи неудачником и получать от этого удовлетворение, ты же страдаешь, тебя жалеют, у тебя ничего не получается и ты ни за что не должен нести ответственность и за их полное неумение брать себя в руки, работать, создавать, нести ответственность и любить другого человека, будучи успешным музыкантом или актрисой. Я бы предложил такой сюжет. Мне кажется, что в фильме нужно лишь пару сцен и пару граней повернуть, для того, чтобы историю про двух неудачников, которые не смогли быть вместе, рассказать. Тем более, что каждый из них фанатеет от музыки и от актерского мастерства. эта история очень близка мне, я ее понимаю и я хорошо представляю себе таких людей, которые не способны быть счастливыми и не способны брать ответственность, когда им жизнь дает такой шанс, а не просто от него отворачиваются. Вот, подводя итоги, фильм La La Land для зрителя очень яркий, очень захватывающий своей музыкальной фактурой и танцевальной фактурой. Это картинка, на которую невозможно сказать это плохо, потому что это блестяще. И есть люди, которые требовательны к сюжету, к сюжетной составляющей и которые ее в этом фильме банально не находят, ее нет. Сюжет в фильме разрушен. Поэтому фильмы вызывают такие диаметрально противоположные впечатления. Например, в фильме Висайская история и с сюжетом хорошо, который тоже мюзикл, и с танцами хорошо, и с музыкальным сопровождением хорошо. Например, в фильме Стиляги и с сюжетом хорошо, и с танцами хорошо, и с музыкальным сопровождением хорошо. Поэтому мое мнение по поводу Лавленда именно такое, какое я обозначил На мой взгляд фильм лишен сюжета и мне чрезвычайно горько от этого Потому что если бы сюжет там был, хотя бы в том ключе, в котором я обозначил Это был бы чудесный фильм Просто расчудесный А сейчас это набор блестяще сделанных трюков, которые никому не нужны Без сюжета В ближайшее время я намерен сделать разбор двух фильмов Это 1 плюс 1 Французская комедия Мне этот фильм любопытен тем, что он не глубоко драматический В том смысле, в котором мы привыкли Те фильмы, которые мы сейчас разбираем Но тем не менее он чрезвычайно захватывающий Именно как комедия И очень трогательный Я хочу обнаружить механизмы, во-первых, смешного Чего, кстати, я еще не делал А во-вторых, то, как в рамках комедийного фильма Чувствует себя драматическая составляющая На мой взгляд, лично мне это будет любопытно А второй фильм, разумеется, это Собачье сердце Я думаю, что пришло время об этом фильме поговорить Я волнуюсь, приступая к его разбору Потому что мне фильм ужасно нравится То есть он меня захватывает всецело И я с волнением жду, что я обнаружу внутри Каков механизм вот этого глубокого проникновения Кстати, мне очень нравится, что разбирая фильмы последовательно Я набираю все больше нового опыта Которым, кстати, могу с вами поделиться Я пришел к выводу, что Тем глубже воздействует фильм на зрителя Чем более опосредованно это воздействие То есть в хорошем фильме, который сильно воздействует Всегда есть декларируемая часть Это сюжет Но есть еще некий второй и третий план Которые вообще не имеют отношения к фильму Они имеют отношение лично к зрителю К его судьбе, к его истории К его чувствам, к его страхам Они адресуются к ним Как бы минуя сюжет Поэтому Теперь я ожидаю в фильме с сильным воздействием Увидеть вот этот вот второй и третий план Который я буду с надеждой искать в фильме Собачье сердце Я благодарю вас за внимание Я благодарю вас за поддержку Именно благодаря вашей поддержке Я с удовольствием продолжаю эту работу Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо